Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте, дорогие товарищи. Я хочу заставить Хефис начинать сегодня. Мне надоело начинать. Да. Они хотят заставить меня начать. Да. Но я прошу всем запомнить, что и кончать тоже буду я. За всех троих. Доброе утро. Воскресенье. Да, воскресенье. День весенний. Раннее утро. Малыш что-то морозил. Хорошо, все это было. Значит, у нас сегодня тема страшная. После этой темы нас закроют точно. Этого нам ФСБук не простит. ФСБук? ФСБук, я сказал. Вот, какие-то умные вещи. Значит, ФСБук, вот, Твиттерович Эдмундович нам этого не простит, потому что мы сегодня хотим поговорить о том, что культурный уровень населения Российской Федерации перешел нулевую отметку и находится в отрицательной зоне. И стремительно. Стремительно приближается к температуре абсолютного нуля. Простите, доктор, в какой зоне? Простите, доктор. Простите, доктор находится в зоне минуса глубокого. Вместе со всей Российской Федерацией. Культура нас волнует сегодня. Вернее, ее полное отсутствие. Так сформулировал тему, значит, господин Орлов. Он вообще в последнее время генератор тем, будем так говорить. Да, господин Бархатов его поддержал. Я коварно смирился. Коварно почему, вы поймете потом. Я, например, считаю, что если тему придумал ты, то ты должен хотя бы один тезис. Почему ты считаешь, что культурный уровень находится ниже плинтуса? Почему? Ну, вообще говоря, понимая под культурным уровнем изначально все-таки культуру общения. Ах, вот ты как. Ну, в первую очередь, да. Я имел в виду все-таки это. У него какая-то фраза была, у господина Орлова, такая умная фраза, которую я не запомнил, потому что я дурак. А я не запомнил, потому что у меня болезнь Лидзгеймера пика. Пика? Ну, то есть, иными словами, как люди общались 20 лет назад, ну или, там, скажем, 30 лет назад, для чистоты экспериментов, и сейчас. Просто общались, разговаривали, что они позволяли себе в разговоре, и чего они не позволяли себе. На уровне употребления слов, оборотов, в тем, поднятых имя, и так далее. В обычной беседе. Ну, то есть, меня с моими оборотами в то общество бы точно не пустили? Ну, может быть. Да, однозначно. Выгнали бы, сказали. Ты считаешь, что это падение культурного уровня? Я считаю, что это падение культурного уровня. Я далек от того, чтобы оценивать хорошо, плохо. Я просто фиксирую жизнь. Это так. Я прекрасно помню. Ну, кстати, понятно почему. Не знаю, 30 лет назад общество было гораздо более, по крайней мере, внешне целомудреннее. Гораздо меньше себе позволялось с людьми и в поведении, и в разговорах. Не в старых паранографических открытых. Но на другом. Андрюш, паранографические открытия были всегда. Да. Вопрос, какую роль они играют в обществе. Боюсь одно и то же. Если у них аудитория просто стопроцентная, как сейчас, чего не было раньше, и отношение соответствующее к этому, да, и срок знакомства людей с этим разный был, и прочее, прочее. То есть раньше это было загрязнено. Мне кажется, что ты идеализируешь. Нет, мне кажется, что... Да, ему тезис. Хорошо, хорошо. Он считает, что упало. Упало. Мне просто кажется... А мне кажется, что стоит. Мне кажется... Тебе кажется, что стоит. Ему кажется, что упало. Ну, развивайся. Это все спор. Да. Ты тебе кажется, что стоит? Да. Доказывай. Он доказал, что упало. Люди общаются сейчас друг с другом, как последние скоты. Я понял? Абсолютно. Вот. А ты утверждаешь, что они вообще друг с другом не общаются. Ну, я не дал. Нет, я нет. Почему? Что и не общаются. Вот. Я считаю, что на самом деле не очень сильно изменилось, может быть. Изменилась маленько форма языка. Вот. Но так или иначе, я боюсь, что даже там 100 лет назад, 150 лет назад считали примерно точно так же еще 150 лет, если отстануть. То есть тоже говорили, что, господи, как сейчас пошло говорят, то ли дело вот говорили там, Пушкина. А Пушкин пришел и все пошло. Ну, да. Весь такой. Да, да, да. Потому что я вот даже совсем недавно, просто ковыряя тему, я понимаю, что можете в этом плане ретроград, ковырял тему произведения приписываю Ивану Семеновичу Баркову кому нищего, да? Почему приписываем? Это разве не его? Нет, не его тема. Это сочинено в конце XVIII века актерами малого театра. Да ты что? Да, да, да. Господи, а я-то думал, что это Барков. Нет, это не Барков. На запись идет? Да. Идет отлично. Товарищи, представляете, это не Барков. Мудищев первый был Порфирий, еще при грозном служб унес, и членом, подымая гири, порой смешил царя до слез. Это не Барков, оказывается. Ну, теперь, когда все встало на свои места. Ну, нет, я просто чем-то говорю, что нет, если бы это был Барков, это было бы еще глубже. Это было бы, да. А, понятно. Ну, с другой стороны, я недавно посмотрел, опять же, некое произведение Пушкина. То есть, нам, конечно, придется перевести подкаст в другую категорию, но там у него довольно-таки характерное сотворение, с употреблением слова «еба». Видите, все остальное. Почему, извините, ты сказал? Андрюш, я совершенно говорю не об этом. Я говорю вот о каких вещах, если быть предельно точным. Да, наверное, тогда я не понял. Вот я иду по улице и слышу речь людей. Детский мат. Например, раз, идет пара мужчин и женщин. Ну, молодого возраста, преимущественно, конечно. То, как они раньше говорили, даже ни о чем. Это уже ладно. Как? И как они говорят сейчас? Вот что меня занимает, как человек, который связан с языком. Вот, что имелось в виду. Видишь, вот, да, интеллигентный человек делает всегда одну и ту же ошибку. Блог. Блог. Выскажите, доктор. Сашенька, ты знаешь, что путаешь? Я сейчас тебе все объясню, мой дорогой. Как я понимаю. Что я сейчас тебе объясню? Просто как я понимаю. Я хочу просто сначала несколько каменных для себя вещей сказать. Вот для себя. Что такое культура? Я возьму широко. Для меня культура – это набор механизмов, при помощи которых человек остается человеком. Просто вытекает вопрос логический. Что такое человек? Да, что такое человек? Человек – это то, что существует, пока самосовершенствуется. Человек – это алмаз, который никогда не будет бриллиантом. Вот в ту секунду, когда человек сказал себе «я стал человеком», он превратился в скота. Вот до тех пор, пока человек точит себя, делает из себя человека, до тех пор он человек. Значит, вот существует, оказывается, это не я сказал, конечно, это сказал знаменитый Мамардашвили, да? Существует целый набор человекообразующих механизмов. Театр, литература, искусство, что-то еще, что-то еще. И вот все эти механизмы называются культура. Вот по мере того, как ты используешь какую-то совокупность этих механизмов, по мере этого ты приобщен к культуре. Не используешь – не приобщен. Это первое. Второе. Вообще потребность к культуре всегда была свойственна 3% населения. В любой стране, в любое время, и в Древнем Египте, и сегодня, культурой как таковой интересуется 3% населения. То есть 3% населения составляют люди, как-то озабоченные поддержанием в себе человеческого. Другое дело, что бывают времена, Саша, вот сейчас, пожалуйста, будь внимателен. Бывают времена, когда государство и устройство таково, что общество представляет собой соты. Ты помнишь, что вот каждая соточка имеет границы? Вот при советской власти было так. Вот был слой интеллигенции, куда не заходило быдло, извини меня. Был слой быдло, куда не заходила интеллигенция. Причем этот слой имел географические границы. Ты же помнишь, в каких домах селились люди определенной категории? В этих домах не мог жить жлоб, который жил в районе Берендеева-Какашкина. Кстати, это очень хорошо. Вот эта граница, это очень хорошо. Вот почему тебе кажется сегодня, что уровень культуры упал? Потому что разрушены границы обитания. Сегодня быдло резко толпой пошло туда, куда оно раньше не ходило. Может небольшой вклин? Да, конечно. В этом плане я как раз очень много говорил, высказывал свое неудовольство в разных интернетских средствах массовой информации. То, что в России сейчас нет того, чего есть в большинстве стран, что было в России, но в России, кстати, было менее ярко выражено, чем в Америке, в многих странах Европы. У нас нет своего Гарлима, у нас нет своего черного района. Сепарация. Да. Почему еще так сильно развита вот сейчас вот этот анти-какого-то народу? Не важно, потому что много анти-ксенофобии всевозможна. Потому что у нас нет района, в котором бы люди, которые раздражают в этой категории, они просто не мелькали бы, переплазали. И не уходить в ксенофобию. Это отдельная тема. Нет. Давай о культуре. А это то же самое. Это что же культура? Нет. Не надо. Это я... Понимаешь, в Гарлиме живут люди не одной национальности. Понятно. Но живут одного социального статуса, например. Понимаешь? Вот. А это совсем другое дело. То есть именно то, сейчас, когда человек, собственно говоря, покупает за какие-то большие деньги квартиру, у него нет гарантии, что рядом с ним будет жить алкоголик, который будет просто держать там, будет по телевизору показывать всякие помойки в квартирах, устраивать там еще что-то. Ты о другом хочешь сказать? О том же опять. Ты хочешь сказать о том, что сегодня быдло получило доступ к большим деньгам, что позволяет им быдлу усилиться там, где оно быдло хочет. Ты знаешь, даже не всегда получило к другим деньгам, просто именно стерты границы. Стерты границы. Да, да, да. Границы финансовые, границы имущественные, границы социальные. Ну хорошо. Дальше. Сегодня крупным чиновником может стать последняя шваль. Какое-то имеет отношение к тому, о чем я... Вот. К тому, что не уровень культуры падает, Саша. А просто грубо нарушена среда твоего обитания. У тебя были определенные иллюзорные представления об уровне культуры населения Российской Федерации, потому что ты сталкивался, Саша, каждый день с определенными людьми. Нет, Юра, я тебе объясню, почему нет. Нет в последующем обстоятельстве. Значит, я прекрасно помню. Мне все-таки не 8, не 10, а даже 27 лет. Я прекрасно помню, как разговаривали на улице, в транспорте люди разных социальных групп и прословиц. Я прекрасно это помню. Что когда кто-то в автобусе вдруг, преимущественно из мужчин, так получалось, позволял себе выразиться, интеллигентного вида мужчина, неважно какого вида мужчина, я сейчас не об этом говорю. Это абсолютно не важно. Просто, как правило, выражались неинтеллигентные люди. То на него весь автобус пшикал, особенно женщины, бабульки. Сейчас этого не происходит вообще. Так почему ты называешь следствие? А я тебе говорю, почему это не происходит? Потому что вторжение низких социальных слоев в жизнь резко стерло требовательность к реалиям даже у высоких социальных слоев. Я думаю, что дело еще даже... А дальше, чем дело этого, это вторжение марсиантов. Я думаю, что на самом деле у нас просто у всех была в советские годы иллюзия, что количество интеллигентных людей растет, но что оно велико. Как только отпустились сдерживающие механизмы, как только стало можно очень многое, выяснилось, что далеко не все так любят поэзию, искренне. Что мы никакая не самочитающая нация. Рухнули все эти штамбы и мифологены. Молодец. Они рухнули, ушли, но все-таки, я повторяю, что раньше так называемый простой народ пшикал на другой простой народ, когда он позволял себе публично выражаться. Я прекрасно не помню такого. А я помню. Причем я рос в рабочем поселке, где вообще это странно было бы. Однако это происходило. Бабушки пшикали. Они говорили, мужчина, здесь дети. И мужчина замолкал стыдливо. Бабушки и сейчас пшикают. Нет. Как нет? Я, например, вижу, что пшикают. Я в обществе, бабули, 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 слишь. Но то, что я вижу изо дня в день, вот это наводит меня на определенные размышления. Мне кажется, Санечка, что все-таки ты путаешь разные вещи. Мне все-таки кажется, что уровень людей, причастных к культуре, одинаков всегда. В любой стране и в любое время. Но просто когда нарушаются естественные законы обитания разных живых существ, ты понимаешь, в чем дело? Я не знаю, если из мира животных тебе привести. Пример, ты понимаешь? Нет, я понимаю, что ты говоришь. Золотая рыбка была бы крайне возмущена, стадо золотых рыбок, было бы крайне возмущено, если бы рядом с ними поселилось бы стадо мальков какой-нибудь погонений вообще. То есть отвратительные какой-нибудь швали. Они были бы возмущены. Вот так возмущаешься и ты. А на самом деле просто золотые рыбки раньше не знали о том, что погонения и живут вон за тем камнем, и там вообще кроме мата ничего не звучит с детских лет. А если они это и знали, золотые рыбки, то гнали от себя эту мысль, ибо она отвратительна и оскорбительна. Поэтому как там это же тетчев, не плод, но дух растлился в наши дни. Вот я то же самое тебе хочу сказать. Что просто произошло грубейшее нарушение привычной сепарации общественных слоев. Тут еще есть какой-нибудь нюанс ее на самом деле. Что в данный момент, об этом многое так иначе было сказано, у нас нет механизма исполнения законодательства. Потому что в принципе, при упомянутой Саше в советском строе, довольно-таки за... Мат был быстрый, да. За это можно было легко схлопотать и деньги, и 15 суток, как говорится, и что угодно. Правильно, Андрей. А сейчас нет. Но почему? Погоди. По той же самой причине, по которой у нас запрещено с некоторых пор пить, подложим, пиво на Манежной площади, но это никому не мешает. Даже, наверное, как в Америке, пакет прятать. Потому что нету системы исполнения. А почему? Просто не выгодно никому. Нет. Никому не нужно. Нет, не потому. А потому, что самые высокие люди в нашей стране дают пример бытового, вопиющего хамства. Ну это да, согласен. Может, послушать речи начальников по телеку... Почему я должен перестать материться, если мне один из самых верхних начальников говорит такие фразы, которые у всех нас слушают? Причем говорит их по телевизору, по радио вообще. Который уходит потом буквально в цитаты. Да, совершенно верно. Почему? Вот ведь, понимаешь, это все то же самое. Это да, просто представьте, не могу даже старика Брежнева... Ну, только хотел сказать несколько снял. При всем нашим неуважившим, не дам ничего. Ты можешь сказать? Я хотел бы публично замочить фразы. Не трогай святое. Понимаешь? Вот почему Леонид Ильич, который, на мой взгляд, не был ярким представителем интеллигенции? Абсолютно нет. Не то слово. И не скажи, Михаил Сергеевич. Вокруг бы, Михаил Сергеевич, а услышали, что надо отрезать так, обрезание такое и сделать, чтобы больше не выросло ничего. Да никогда. Значит, не позволялось. Понятно почему. Был выстроен целый, я не знаю вообще, ряд ограничений. Поэтому, по интеллигенции, никто из них, ни Хрущев, ни Брежнев, ни Горбачев интеллигентами не были. Ни Горбачев. Крестьяне, однозначно. Крестьяне. Но, тем не менее. Тем не менее. Это школа, которая пошла. Вот эта большая школа. Тем не менее, потому что-то заставляло их держаться публично в рамках дома. Могу сказать что. Могу сказать что. Скажи. Вот приличный человек, это не тот, который знает, что можно. Приличный человек, это тот, кто знает, что нельзя. Вот. И поэтому, на мой взгляд, определение культуры, одно из лучших, которые я встречал в своей жизни. Культура, это система запрета. Совершенно верно. Ну, это цензура, а то самое, которое кажется сам. Само. Само. Это система запрета. Само. Нельзя. Вот человек порядочный, культурный, причастный к человекообразующим механизмам, говорит, я не имею права, говорит он, чтобы выглядеть в глазах своих человеком, я не имею права. Раз, два, три, четыре. Знаешь, я вот всегда... Друзья мои, можно я просто... Давай. Вот вчера, утром, выходя из своего подъезда, ну, вот вы когда по подъезду идете, вы же под ноги себе не смотрите? Ну, как сказать. У меня хлопот. Ну, я нет, я не смотрю. У меня старый подъезд. Я смотрю вот на дверь, я не смотрю себе под ноги, да? Вот вчера, выходя из подъезда, я вступил в огромную кучу человеческого дерьма. Человеческого? Да. Я инфекционист, я разбираюсь. То есть человек нагадил прямо перед выходом по центру двери, совершенно точно зная, что кто-то в это вступит. Да. И на тебе нога делить? Ну, не думаю. Хотя, ты знаешь, до меня никто. Я просто очень рано вышел из дома. Сейчас не об этом. А может быть, это акт антисемитизма. Да, да, да. Ты прав, да. Такой продуманный хорошо. Нет, прекрасно. Возможно, да. Хейфицу насрали под дверь. Помнишь, да? Когда? Не Хейфицу. Не мне насрали под дверь, а подъезду. Все, Хейфи. Я так знал, сколько ты выиграл. Согласен. Окей. Это, как с вами говорит, что из него выходит, ему птичка вдруг на голову какает, он говорит, вот, а для других они поют. Понимаешь, давай. Это тоже самое произошло со мной. Так вот, это вот, вот в этом поступке, для меня, вся квинтэссенция резкого разрушения перебора кнутри подводной лодке. В этом трагедия. То есть, даже представители того севера, который и ранен не отмечался, а с обществом, стали позволять себе еще больше. Человек себе говорит, я могу это сделать. Теперь смотри. Я могу. Я вчера прочел статью Мамардашвили «Сознание и цивилизация», написанную в 86-м году, Саша, где он пишет о том, что на Россию надвигается антропологическая катастрофа. Друзья мои, 25 лет назад написано. А это было уже понятно. Собственно, 25 лет назад, это уже 80-е годы. Понимаешь, да? 25 лет назад. Вот она, антропологическая катастрофа. Но связана она не с падением уровня культуры. Культура, как я тебе уже сказал, ее всегда ровно столько, сколько должно быть. Но просто мы же, понимаешь, мы то близоруки, то дальнозорки. Мы очень болезненно воспринимаем то, что у нас перед глазами, а то, чего мы не видим, нам представляется несуществующим. Вот это совершенно... То есть полезло тебе в глаза то, чего раньше ты спокойно мог позволить себе не видеть, потому что оно не лезло тебе перед глазами. Оно полезло тебе в глаза. Потому что меня всегда интересовал язык, особенно язык улицы. Я всегда ходил и слушал. Это часть моей профессии, моих увлечений. Я не знаю, если они есть вообще. Может, ты туда ходил? Нет, я ходил по тем самым улицам. Саша, ну подожди. Сейчас я хожу по ним реже, потому что я езжу. Но неважно, когда я сейчас хожу по ним, я вижу, что те же самые пары из того же самого социального слоя ведут себя иначе, языковые ведут себя иначе. Мог ли я, скажем, вот я попал в возрасте 20 с чем-то лет, попал в среду глубоко интеллигентных людей, в Свердловске, поэтов, художников, писателей, да? У меня был мальчик буквально. Попав туда, я увидел, что эти люди разговаривают матом между собой. Есть разный мат. Вот. Есть разный мат. Так я об этом тебе не говорю, что те, кто раньше не имел права, вот мы внутренне с тобой знали, что у них нет культурного допуска на употребление этих слов, ибо они не знают им ни цены, ни веса. Ни способа употребления. Вот они стали говорить на нем, как на разговорном языке. Но это не означает, что их стало больше. Это означает просто, что некое быдло, не имеющее морального права на пользование чем-то, вдруг присвоило себе эти права. Ты знаешь, я... Ты понимаешь, что я хочу сказать? Да, я понимаю, что ты хочешь сказать. То есть ты упираешь на количественную сторону аффекта, а я на качественную. Их не стало больше, а культурных людей не стало меньше. Они поменялись не стали. Вот, твое эстетическое чувство глубоко возмущено. Это вот сказка Чуковского. Жабы замяукали, мяу-мяу, кошки запердюкали пур-пур-пур. Еще раз говорю, что слова глубоко возмущено отменяются. Нет, ну хорошо. Я оцениваю происходящее, я просто фиксирую. Хорошо, я о себе говорю, меня глубоко возмущает. Вот сказка Чуковского, как там? Потому что дождь не может возмущать. Снег не может возмущать. Подожди. Это тараканище, что ли? Да нет. Ну, кошки... Там, господи, ну как это сказка Чуковского? Кошечки залаяли гав-гав-гав. А Чуковский-то кто? А это мужик, который обкурился по чудо-дереву. Ну, Черней Куковский, который написал сказку про Сталина. На чудо-дереве. Которую до сих пор никто не понимает, что она про Сталина. Тараканище. Да, тараканище. Усатый. Да, и что? Доктор, вот и гайзи. Слониха вся. Потом. Это долгайте. Да. Так вот. Я хочу сказать, что вот это возмущает. Самопроизвольное, никем не делегированное присвоение прав быдлом на употребление того человека, образующего, механизма, который был очень тонкой работой. Слушайте, но ведь даже те люди, ну, в рамках так называемого нашего социального слоя, да, то есть, ну, там, скажем, не вполне простого и очевидного, так назовем его скромно, тоже стали вести себя иначе. Говорить. Назначено. Да? Мы раньше, зная, что существует, ну, например, мат, к примеру, да, публично его даже в своих компаниях. Я бы сказал даже по-другому. Мы подвигали гораздо реже сейчас. Саша, ну, ты же действуй. Одну секунду. Мы же живые люди. Вот. Вот я об этом и говорю. Что количество разное, что количественный фактор присутствует. Я процедирую. Он не количественный, в разных слоях. Я процедирую пошлую фразу, бытие определяет сознание. Дело в том, что нас окружает, собственно говоря, вот эта развязанная свобода. Я могу сказать такую вещь. Вот я все-таки, ну, сколько, я более 20 лет работ на телевидении все-таки. Если представить не могу, что там где-то даже в году 95-м, я бы мог записать то, что записывал, скажем так, сейчас, да? Совершенно верно. Правильно. Ну, это заразно. Мы же не живем. А уже более ранее. Это означает, что это происходит. Я ничего не придумал. Это происходит. Происходит снижение культурной планки. В СМИ, в человеческих беседах, встречах, контактах. В любом снижении планки. Окей. Повторяю, я не оцениваю это. Окей. Ты увидишь, что в конечном итоге все будет хорошо. Потому что вот эта планка, о которой ты говоришь, она же не стоит, как планка, через которую Синьбаева перепрыгивает. Это некая косоида. Она то больше, то меньше, то больше, то меньше. Но если ты попытался бы за 150, за 200, за 300 лет подсчитать средний уровень, ты бы увидел, что вот как обнаружили социологи в Германии, что 23% населения, это вот те, кто покупают все по рекламе, поддерживают связь с космосом каждый день. То есть вот так же ты обнаружил бы, что 3% населения это люди, которые регулярно пользуются человекообразующими механизмами. Когда-то их 2,5, когда-то их 3,5. Но в общем и целом, я хочу сказать одно, что это коснулось, на мой взгляд, всех слоев населения. Правильно. Тут я тебя поддерживаю всех. Это просто новая форма. Это не надо так иначе смириться. Нет, конечно. Ты не смириться. К сожалению, к этому, скажем так, к расслабодавлению. Я очень сильно приложил руку в свое время, потому что я как раз из тех, кто издавал газеты, слишком свободные, которые употребляли слова. Ты живой человек. Нет, нет, не в этом дело. А мне это нравится. Я расскажу просто эту историю. В свое время мне это просто нравилось. Мне казалось, это нужно. Потому что у нас была настолько лакированная пресса тогда, что для меня издавать газету «Хохма», за которую меня били, скажем так, коллеги Саши, страшные статьи там писали. Мне очень это считалось важным. В свое время, когда мы со своим хорошим знакомым Никитой Джигурдой обсуждали его фильм, который тогда вышел, назывался «Супермен по неволею», где было очень много мата, наверное. Это первый фильм, в котором было очень много мата. Это казалось тогда очень важным. Понимаешь, тогда было очень важно. Тогда казалось. Сейчас, скажем так, у меня маленькое другое в этом плане представление. Может быть, уже, скажем так, вот это глотовь, и получив обратный резонанс сейчас в воздухе, мне хочется обратного. Да. Да, это очень интересно, кстати. Господи, Андрюш, мне же хочется. Но многим тем, кто со мной это не хочет, не хочется. Но мне же тоже нравилось писать. Здесь сидим мы, а не другие люди. Мне же тоже нравилось писать «Оли и спит». Нравилось. Да. Я считал, что это провокация, которая вполне местная. То есть, опять же, что у этого матершинника доктора Хейфица нет ни одного матершинного стиротворения. Я не знаю, по крайней мере, его. Я их просто не публикую, но это самоцензура. Батыльна, значит, их нет. Мы о самоцензуре говорим. Они, конечно, есть. Естественно. Так а чем отличается культурный человек от быдла? Именно самоцензура. Ты же сказал, что культура – это система запретов. Что мы себе позволяем. Вот по поводу культурного человека. У меня есть любимая близкость, когда мы говорим о языках с кем-либо, я всегда говорю, что я разговариваю на восьми русских языках. Потому что я себе не представляю, как я могу одинаково разговаривать. Предположим, когда я пойду разговаривать, договариваться с грузчиками, с дорожными рабочими, или еще с кем-то на одном языке. Если я приду, предположим, куда-то в некую литературу, то в одно время мне нравится ходить в общество переводчиков, там они обсуждали английские переводы, классики английские. Я даже представить не могу, чтобы я говорил на том же языке примерно. Поэтому я для себя аранжирую, что я знаю примерно восемь русских языков. То есть причем с грузчиком будет один язык, а предположим с варами это будет совсем другой язык. Мы растекаемся мысью. Мы уже растекли белки. Нет, Андрюша как раз очень точен. Вот то, о чем он говорит, это очень интересный феномен-феномен. Ну понятно. Феномен-феномен. Да. Главное, чтобы было... Вот я просто говорю, что поймай. Терристическая точность. Да. Терристическая точность. Поэтому я предлагаю выпить за повышение культурного уровня. Давай, доктор, нагреть чайкусь. Я не знаю, как это сделать. Погоди, сейчас будет плюк. Я за себя могу сказать... Ты обещаешь его повышать? Нет. В рамках своей семьи. Он не может его. Я за себя могу сказать, да, что я в этом смысле совершенный импотент. Мой культурный уровень стремительно падает. На меня действует все, что происходит вокруг. Я это понимаю и чувствую. Я распрощался со многими запретами, которые были у меня раньше незыбливыми. Я вижу этот качественный процесс снижения. В конечном итоге, как я уже сказал, культура восстановит свои позиции и все те же 3% и останутся ее потребителями. Но на сегодняшний день могу сказать, что в качественном смысле моя ватерлиния оказалась глубоко под водой. И происходит это, безусловно, потому что на меня не может не действовать общая мерзостная атмосфера. 3% с 33%. Конечно, мы тоже. Сильное признание. И вот на эти 3% мы будем жить. Я могу сказать, что я написал второй альбом для анонса. Тексты, да? Тексты. Это ужасно. Я их написал, потому что очень хотел их написать. Я такую папку дома у себя сделал. Значит, хулиганцы, да? Я знаю, что это никогда не будет записано. По счастью. Тем не менее, эти тексты у меня есть. Они отвратительны 100%. Причем самое страшное, что они не в филологическом смысле отвратительны. Патологическом смысле. То есть они выверены, как тексты песенные. Но вот они отвратительны по своей нагрузке. То есть они просто наполнены смрадом и грязью. Энергетически. Ну, скажем так, да. Поэтому я прошу, умоляю и себя, и вас всех. Давайте бросим сами себе какой-то спасательный круг. Пусть эту роль сыграют наши друзья, книги, фильмы, разговоры, встречи. Наши любимые женщины. Наш любимый зеленый чай. Все что угодно. Правда. Но давайте, ребята, по возможности останемся уважающими себя людьми. Вот за это в начале Нового года. А, ну да, ну да. Да. А, хорошо.